всем привет у нас сегодня жарища такая просто невыносимо 30 31 по-моему ужасом и какие мои пионы смотрите на эту красоту огромные розовые шапки аромату прям как духи пахнут очень красивые очень каждый раз смотрю и не нарадуюсь этой красотой а этот который самый первый раз цвел он уже уже того вот этот шикарный просто шикарный так что любую с цветочками так что у меня тут зашибись кто-то смог да кто я по моему смахнула горшок с цветком и парасет и надо убирать гемор добавился к жарище сегодня вообще самый пик жары у нас там волга красотень сейчас готовлю чизкейк рецепт есть у меня на канале это самый вкусный чизкейк вообще который я ела самый приготовила в начинку здесь три яйца 400 грамм сливочного сыра немножко ванили 150 грамм сахара и 150 грамм жирных сливок 33 процента рецепт есть на канале обязательно попробуйте приготовить также сделала уже основу досталась холодильником здесь у меня 200 грамм печенья любого и 100 грамм сливочного масла масло растопила крошку из печенья сделала все смешала трамбовала сделала такие бортики духовка у меня разогревается до 180 170 градусов в общем если у вас духовка сильно прям жарит то 160 сделайте выкладываем начинку теперь и и разравниваем форма у меня диаметр 17 сантиметров так начинку распределили теперь добавляем сюда кипяток не сказала форму очень хорошо оборачиваем фольгой в 2-3 слоя теперь наливаем сюда кипяток так чтобы ну где-то меньше половинки было вот так достаточно отправляем в разогретую до 170 градусов духовку ровно на 1 час если у вас верх чизкейка будет подгорать можно накрыть фольгой если духовка сильно жарит можно 160 градусов поставить через час выключаете и оставляете чизкейк в духовке до полного остывания в течение через час верхушка все равно будет немножко так колыхаться вы потрогайте будет колыхаться так и должно быть время пройдет но стабилизируется в общем отправляем в духовку на 1 час ну вот прошел час чизкейк полностью у меня остыл в духовке теперь нужно поставить в холодильник на ночь ну или хотя бы на пять шесть часов чтобы чизкейк охладился и стабилизировался также хочу сегодня приготовить куриные желудочки с лучком с морковочкой сейчас я их отварю я всегда отвариваю перед тем как тушить с подбилой отварю хорошо промою и уже дальше буду доготавливать их нарезала морковочку и луковичку отварились у меня куриные желудочки пупочки я их промыла хорошо теперь буду нарезать на такие вот небольшие смотрите они сварились мягенькие вкусные на такие вот полосочки я обычно нарезаю и выкладываю сразу в сковородку к луку и морковки теперь все это нужно обжарить протушить на огне ну вот протушилась протушились желудочки с луком и морковочкой я посолила поперчила вы специи добавляете на ваш вкус какие вам нравятся чесночок обязательно добавьте либо в свежем виде либо в сухом так как сметаны у меня нет вы можете в сметане потушить сметанку наложить немножко водички довести до консистенции чтобы такой же день к было и потушить со сметанкой минуту 2 у меня сметана нет поэтому будут добавлять жирные сливки вот у меня есть 33 процента все делаю на глаз примерно и тушу вот это все минут минутки две и все и наше блюдо будет готово на гарнир я делаю к этому блюду картофельное пюре можно спагетти отварить ну вот тушеные куриные желудочки сливочном соусе готовы получается очень вкусно и таким же образом можно потушить сердечки или сердечки прямо желудочками это очень вкусно особенно с картофельным пюре подливки все всем приятного аппетита ставлю свой любимый хлеб снова через день пеку рецепт есть на канале называется мой самый лучший домашний хлеб реально самый вкусный хлеб сейчас его замесим самые простые продукты только такой пекун вот такое получается тесто закрываю крышкой оставляю на 40 минут у меня хлебушек подошел смотрите как хорошо так как этот рецепт печется под крышкой хлеб и этой форме естественно не предназначена крышка я использую фольгу вот порвалась немножко даже ничего страшного так накрываю и это у меня идет как крышка первые 30 минут у меня будет выпекаться вот так затем фольгу сниму уменьшу температуру и будет запекаться до золотистой корочки отправляем также мне надо сделать пастилу я отправляю виноград у меня был замороженный с дачи все я отправляю в блендер также добавляю пюре яблочное для эластичности и буду пробивать блендером смазываю поддоны растительным маслом чтобы у нас пастила не прилипла и разливаем разравниваем напоминаю что в продаже есть пастила виноградная яблочная черная смородина клубника малина вся информация есть в телеграм-канале оля старого также в контакте пастила без сахара без меда потому что сделано с фруктов и ягод выращенных на даче поэтому все очень спелое сладкое натуральное отправляем отправляем сушилку сушится пастила пусть сушится фух я столько дел переделала в общем видео получается довольно длинным в следующем видео покажу хлебушек как испекся и чизкейк покажу в итоговом виде фух на сегодня все всем пока всем пока